Ну, тут у меня спросили, я точно не мог ответить, поэтому спрошу у вас. Спросили, если где-то то, что мы в причастии, в этот день, когда причащаемся, мы в этот день не делаем поклонные молитвы, коленопреклонные. Это где, спрашивают люди, где это у нас прописано? А где какие поклонные, на какие молитвы? Нет, в день причастия, в день причастия. Ну да, и когда с чашей выходит, два раза. Нет, а в день, сам в день, что нельзя делать, земные поклоны в день причастия, это где-то прописано? Встречали вы где-то это? Это не прописано, и так понятно, с чашей выходит, Христос вышел. Но это даже никакого не надо указать, так понятно. Нет, 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 я не понял. Когда я причастник, я, то в этот день я не делаю земные поклоны, так ведь? Нет. Нету? Руку священнику не целуют, вот это и есть. Все понятно, да. А о том, что земной поклон не делает причастия, докажем, причастия, а потом... Священник будет под щашей, это же Христос обозначает. Все клоняются, и они, и тем более они, даже наоборот. Ну да, да. Ага. А тогда я что-то... Он меня спросил, а я подумал, что так и есть. Никак. Это каждый раз ходить куда-то, я просто на опыте знаю, как, и уже мне... Новая скрижаль Семена Солунского, это главные книги, которые определяются, мне их и не надо каждый раз туда лазить. Я навык имею. Вот сейчас у нас спроси, кто знает, когда веру и поют, а кто установил пение? Патриарх Алексей Второй. Он установил, и пение на отче наш. И вот когда считается веру его единого Бога Отца, я не пойму, почему меня-то не видать здесь. Видать? У меня видать вас. Видать? Ну я сам себя не вижу. Ну ладно, а вон, вверху маленькая. А вы его переместите вниз так? Нет, это другая. Она вместе со всеми в один ряд, и она не переносится. Должна перенестись. Ну там много, рядом со мной еще три человека. А, нет, ну хотя нет, да, вы себя не перенесете. Так, да, да. Ну вот об этом как раз речь и идет. Человек прищищается. Он наполняет соединением с Богом, со Христом. Ну а дальше это все стоит на месте. И каждый раз мне в книгу лезть, и так я туда и не лезу, и никогда не показываю никому. Другой раз из златоуста что-то я перевожу, а где написано? Да я что это, кандидатскую защищаю или что? Там все надо указывать, когда откуда. Но у вас в книгах много чего указано-то. Всегда вот в истинном православии везде ни одного нету без ссылки к истинному православию. Да, потому что я там занимаюсь, я сижу с книгами. А мне это зачем сейчас? Вот веруя считается, совершается крестное знамение, а поклона нету. А когда досчитает аминь, тогда только поклон. Разрыв крестного знамения на все пение веры во единого Бога Отца. Вот как это? Я это знаю, что так, а люди этого не знают. И где кланяются? Сегодня где попало кланяются. А почему? У меня навык. Навык с первых дней, потому что я был там, где это не соблазняется, а исполняется. Каждый поклон. Вот человек у нас, который приходит, бывает там опоздал, зашел и все. А то, говорится, начал совершает каждый раз. Так было до Никона. Приходит человек и кланяется. Если достойно, и Господи Иисусе Христе, Сыне Божьей молитвы ради, эти в любой день, а не земным поклоном, но достойно, на пасхальные дни и до Вознесения считаются, и Русалиме, радуйся, красуйся. Вот так. И Русалиме. Тоже земной поклон. А патриарх, когда установил веру и отче, это он установил пение, а до этого читалось или вообще не было этого? Верую и отче наш. До этого вообще никакого не было, ни в какой форме. Ивангелие на славянском языке это всегда было, его не было на русском языке. Нет, символ веры-то, Петь, он до этого читался или вообще его не было? До того, как Алексей установил его второй? А, вот это. Я думаю, что он как-то так прошел, что незаметно нигде на него. Но главное, Алексей второй это установил. Как-то хоть маленько, чтобы люди-то друг друга знали, как-то в чем-то объединяются. А до этого здесь не было его, до Алексея второго. А до них оно было или не было, не знаю. А ну старообрядцы, они не поют, получается, да? Символ веры. Я не могу сейчас сказать. Не можете, да? Спросите их, просто посмотреть. Вот это когда считается, Господи, Владыка, живота и моего, дух праздностью, ныне, любоначальник празднословия, а слово «сребролюбие» последнее выбросили. Я понял почему, потому что все стрелюболюбивые, и поэтому, раз не сказано, я не виноват. Сребролюбие, мы знаем это, что у нас считается всегда. И, допустим, в Духа Святого Господа истинного. Ну как, начинается вера, считается наша кредо. Бога истина от Бога истины. Истинным отец и сын. А до Духа Святого Никон викинула истина. Ну что, непонятно-то, что это грех против Духа Святого. Ну мы сразу, когда в деревне-то строили, мы написали, тогда был у нас Мениамин Черноморский. И он говорит, да ничего тут особенного нет. Потом мы ищем подтверждение, ну, чтобы не было придирок. А если бы не разрешили, мы все равно бы считали. Но мы хотели, чтобы все было законено. Чтобы они, когда случится, в чем-то недовольны, а они до кучи не подгребали это. И они написано, видите, сказали, пожалуйста. Вот я сейчас смотрю, сегодня все размышляю, считаю, смотрю, как было у этого Романова Николая Среднеуральского монастыря, там, в Спарительнице Хлебов-то. И он все перепортил-то. Ему Бог давал-то какую. Зачем ему этот на 37 тысяч храм-то был-то? Ну только друг перед другом. Эти-то пустые стоят. И дальше-то он прямо, хорошие отношения, прямо пишут, были хорошие отношения. И с митрополитом. Он все перепортил. И кто-то же его подзуживал. Ну там одного взяли какого-то. Да. Выставлял кто-то это в интернет, все время выставлял. А вот Сергей Егорович Игнатов у нас был с Украины, он адвокат. И мы его просили зайти там туда, и как-то бы с ним связь установить. А он подошел и сказали, вон отец Михаил, к нему идите. То есть он со мной на связь ни разу не вышел. А вы же знаете, какую я эпопею готовил-то проникнуть ему в тюрьму и там с ним поработать, пока еще не отняли монастырь. Он погубил своими руками все. Апостол Павел говорит, если я разрушаю то, что... или восстанавливаю разрушенное, я виновен перед Богом. А у него этого понятия не было. Вот все на внешнем. Да. Тем более я напрашивался взять сразу 200 человек себе, 100 миссионерских групп составить. Полностью брал на себя питание. Ну и все остальное только, чтобы просто не привезли. Нет, нету. Ну, значит, я не нужен, оказывается, не востребован. А у него было бы все по-другому, абсолютно. Я показывал, как надо говорить, как к митрополиту подойти. И отношения бы сохранились. И у патриарха никогда не трогать. Зачем? Патриарха знать не будет, а те, которые к нему расположены и имеют власть, они тебя задавят. Я вот гляжу, которые лишенные сана. Они... Это я про... Мое мнение такое. Все могли остаться... А, значит, свой сан они ставили выше всего. Вот будешь ты в интернете, не будешь, обговорить. Я в интернете буду. Ну, я вот как работаю. Я же никого из них не трогаю. А, ну, некоторые говорят, вот к вам потому так митрополит расположен, этот Сергий Иваников, Алтайский-Барнаульский, что он вас боится и... Ну, заигрывает вроде. Я говорю, ничего себе. Вы уж договорились до какого безумия. Когда он к нам едет, то все снято. Ты посмотри, как он руки раскидывает, как он улыбается. Как он приветствуется, целуется. Ну, маленько-то, раскрой глаза. Зачем мне это тебе говорить-то? Ты еще слепой разве не видишь? Я любому это говорю. Он к вам не поедет. Он не поехал ни на раз, потому что в этот день его вызвали в Москву. Он же член Синода. Ну, не знаю, вот так просто упереться. Смирения нет, ничего нет. Дьявол больше всего ненавидит это. Он чудеса, огонь с неба, все будет делать, а смирения нет. Ненавижу это слово. Святые-то разговаривали с ним. Ненавидит это слово. Нам вот архиерея запретила русском языке рассуждать. 15 марта это было, 3 года. И мы 3 года до 15 марта ждали. И никогда больше нигде нет. Не рассуждали, а у себя делали все как надо. Они не хотели, чтобы мы выступали где-то. А в этот день мы сразу понялись. И тем я кончился, мы официально стали разговаривать. Тем более у меня все это в книге к истинному православию. Они за эту книгу меня отлучать хотели, а батюшку запретить в служении. За что в оружие не брать? Война о благовестии, о русском языке. Вот 3 темы на меня они. А эта тема дались, ой, как непросто. Я этих писал-то почти слепой. Был на операции в позвоночнике. Тяжелая операция. Там кучи, нервы все. Ну и ночью там в окно где-то фонари светят. И видно, где рука, где нога. А у меня бумага с собой, панерка. И я эту тему стал описывать. Да, это, кажется, там про католиков. Я не видел, где строчки, что писал и откладывал листик. А потом все разобрал, готовое вставил. Я ждал момента, когда мне это Господь в полноте покажет. И к нашим материалам, которые там есть. Ну 14 это основные. Ничего больше нельзя добавить. Там по всем параметрам. Полностью все из Библии с неканоническими книгами. Полностью из всех житей святых. Это 300 томов. Полностью по канонам. Это 719 правил. И полностью взяты житей святых. 1173 биографии. Еще непонятно. Люди не могут это оценить. Ну и это плохо. Это плохо. Плохо, что не знает. А еще хуже, когда он отталкивает. А еще хуже некуда. Он ущет против. Это уже совсем никуда не годится. Долго наблюдать не приходится. В скором времени они полностью сгорают. У них ничего нет. Особенно нам сильно вредит наша собственная жизнь. Как мы живем. Потому люди боятся записываться. Не надо то другое. Ну не надо. Сиди дома, не вылазь. Мы открыто все записываем. Потому что я не знаю, что людям окажется нужным. Когда выходил из Израиль, Моисей сказал и овцы, и дал одно ягненка. Ну возьмите одного там барана. Вам на одного надо будет приносить? Да. Ну возьмите. А мы не знаем. Бог скажет, когда мы выйдем, там на место он нам покажет. Детей взять. Они хотели по частям разорвать. Поэтому я все выкладываю. Все ролики. Я не знаю, какой будет нужен. Кому как. Иногда ролик, ну совсем такой незначительный. И вот выступают. Игнатий Тихонович сказал, а ничего не делали. Три слова сегодня выстояли. Да ничего не сделаешь. Я правда отвечаю. Говорю. Да ничего еще не делали. А начни и получится. Это братья Бондаревы. Есть лесные сказки, описывают. Они как бы про зверей. Ну как басни Крылова. Но так интересно они. Там рассказывают про Петра Первого. У него пистолет, который был там револьвер. Ему подарили мастера такие. Где-то норвежцы или кто там. Сильно развитые были. Ну и он вызвал. Где-то там был и говорит. Могли бы это починить. Ну да давай починим. Он вышел. Ну а кого починить? То они знают. Он первого мужика. Который продает там фузию свою. То есть ружье-то. Ты же соображаешь. А что соображать? Белки в глаз бьют. Да не про это. А вот. Кого? Вот эту вот дрянь-то. Да у нас такие подмастерья. Слюнями клеют. Ну ладно. Чужую технику смотри. Не хули. Он взял. Ну на три дня он давал. Третий день подошел. А тот кому дал жандарм-то. Он нигде его не может найти. А он его дал сначала начальнику генералу. А то первому жандарму. А этот мужику отдал. Он пошел опять по рядам. Ты нашел его. Мужик стоит. Ну говорит. Готово? Готово. Ну пошли к императору. Отремонтировали пистолет-то. Притащили. А мужик здоровый такой стоит. Ну поздоровался. Здорово, Петр. Тому и вашим величеством не назвал. Так помочь-то. Ну. Отремонтировали? Да, отремонтировали. Он подает ему. Ну как? Не то, что наша техника-то. А то так. Слюнями клеить. Соплями еще бы клеили. Как ему дал этот. В грудь. Мужику-то. С чужой. Не хвали с чужой искусства-то. Он. Мужик перетерпел. Алексеевич. А за что? Да за то, что чужой. Да это не чужая. Это за эти дни у нас свое подмастерье сделали. А вот-то твой кривой. Возьми его. Второй-то пистолет. Ну ладно, не обижайся. Не обижайся. Ахнул по груди. Ну ударь меня. Ударь, чтобы. Простил меня мужик. Да как царя битый. Я сказал бей. Мужик. Закатал рукав. Как? Ну его искры полетели. Я прокинулся. Встал. Вот это мои настоящие русские воины. Тогда обнял и поцеловал. Ну было или не было. Тут рассказ-то о другом. Это когда к мужику-то подошли. Говорит. Ты можешь такой пистолет отремонтировать? А почему не отремонтировать? Вот продавали рязанские дуги. На лошади дуга деревянная. Вот я никогда не думал получат. А начало не хуже получилось. Да что ты дугу-то сравниваешь с пистолетом? Вот разговор-то дальше идет какой. Ни во что ставят чужое изобретение. Они, ну как этот, подковал. Блоху сделали. А он ее подковал. Какая она маленькая была. И как можно ее подковать было. Русский человек все может. Это вытешение нам. Что не все еще в луже лежат. Он в луже лежит. Нас на колени не поставишь. Ну конечно не поставишь. У нас любая пословица, она сразу горбачем да от нас. Вот так. Игнатий Иванович, такой вопрос. Вообще стоит ли свой родной русский язык изучать глубоко, как у него словообразование произошло, как слова появляются? Или достаточно того, что как есть? На уровне таком, чтобы тебе разговаривать, писать можно было? Специально, может быть, и не надо, если ты уже знаешь. А если не знаешь, то как же русский язык не знать? Для обиходов, допустим, я приехал в Японию. Мне требуется, ну минимум 300, минимум 300 слов. Я уже не умру с голоду. Ну это-то должны знать. А то кончают университет и столько ошибок делают. Запятые не знают, где точка запятой, где 10, где просто строка проходит. Ну надо знать. Сразу показывает, человек невежественный, какая там грамота. Я вот сколько смотрю, пишут, ошибок просто море. Ну надо знать, конечно. Ну от какого слова, как происходит, это уже слишком глубинное. Это рассказывает про одного филолога, он все разбирался в этом. На корабле едет и он поговорить-то не с кем-то. Ну матросы, мужики. И он с матросом разговаривался, пробегает там натягивать паруса. Ты знаешь, нет вот это вот слова, происхождение? Не знаю. Ты полжизни потерял, это так интересно. Ну что сделаешь, теперь некогда. Ну вот случилось кораблекрушение, он пробегает мимо. А то вы пропестор тут были, да пропестор? Вы плавать-то умеете? Плавать? Нет, ты всю жизнь потерял. Вот и все. Надо самое главное знать. Но это необходимо знать. Я вот когда немецкий язык изучал, и когда меня признавали за гофдойч за немца, ну это, конечно, приятно, но я очень много занимался. Шесть месяцев ушло на язык. А с английским проще один падеж. Тут я за четыре месяца его сковарнул. Был я, беседовал с англичанами. За час беседы я заметил, две ошибки сделал. Не они сказали, сам заметил. Я не знал. А в школе иностранного языка не было. Я бы никогда не знал, если бы меня не ткнули. Когда дипломный проект там, ну готовили там, какие дали задания, вот как построить, какой пол, что и. Ну и сидишь там, разговариваешь. Я «Войну и мир» считал Толстого Льва Николаевича. Я говорю, вот почему же никто-то не знает язык-то? А вот он тут целая полстраницы, там полстраницы по-французски. Ну возьми да изучи. А я не люблю, когда так говорят. И слова я мимо не пропускаю. Я сразу же пошел узнавать французский. Я не слышал, что преподавали. Пошел по этажам. Говорят, девчонка вот тут учат. Я спросил, какой язык немецкий? А в каком классе? В шестом. А где пятый? С пятого, в начале с пятого. А где учим? Ну там он где-то. А вы не могли еще продавать? Забери. Вот с этого момента прошло ровно шесть месяцев. Я уже мог с немцами говорить про оповеди им. Ну понятно, что я и не знал, что я смогу. Вообще опыта в школе не было. В школе у нас два урока провел немец. Здесь Густав Густавыч. Старый человек немец. И он умер. Я два слова сказал. Даркнабе и Дарафа. Даркнабе мальчик, Дарафа обезьяна. Ну вот я мальчиком был, обезьяной. А вот потом все пришлось. Есть языки трудные. Английский легкий язык. Один падеж. А у нас попробуй шесть падежей, да еще и седьмой звательный придумали. Я просто, к примеру, говорю, надо делать, а ничего не сделаешь. Ничего и не делали. В любом вопросе, вот сейчас я разговаривал с одним человеком, но он как-то так пытается ерничать, как говорят, подтрунивать. Я говорю, ну вот этот вопрос, ведь он касается нас. Да, касается. Ну так надо думать. Почему же, я говорю, товарищи такие же в интернете не бываете, ничего не знаете. Вам же отвечать за все придется за это. Я вот каждый день смотрю два-три ролика, которые мне скидывают. Все-то никак не посмотришь. Вот этот, который там, что будет когда-то, ну, которые люди-то, я не знаю, как этот фильм-то называется, там все они переделали-то. Неизбранная как-то. Посвященная. Посвященная, что ли? Да, посвященный. Вот так. Мне пришлось до конца смотреть. А вот о войне документальной, особенно об Адольфе Гитлере, ну, больше ста фильмов документальных. Поэтому я знаю, о чем говорю. Занимаюсь темой масонства, я 14 лет отдал ей. А нужно ли? Все теперь пришло так, как есть. Ну, просто люблю это и все. Я не потому, что кому-то, давай ты это делай. Если я все будут знать, сколько я занимался, голова там мусорный ящик, то я и никому не нужен буду. Вот мои проповеди начитывает сейчас Кадушкин, Георгий. Проповеди, которых там 1300, кажется, проповедей. Ну, я их как будто первый раз слышу. Мои проповеди. С пленки записаны, переписывали, сам переписывал, в Word переводили. Они по полчаса в среднем, иногда больше. Ну, очень сильно трогают. А могли бы сейчас так написать? Нет, не смог. И тем более, когда вот сейчас батюшки нет, я проповедь говорю на какую-то тему. А у меня по этой теме сохранилось 5 проповедей. Я никогда не смотрю их и не считаю. А я их уже и забыл. Я начинаю все с нуля и сразу молюсь. Молюсь и заново получаю более расширенный вариант. Даже самого себя я никого стараюсь не считать, чтобы не было повторов. Может, неправильно это, я не настаиваю, но у меня практика такая. А проповеди Ярла Николаевича Пестии вам каким образом попали? Или они были известны тогда? Я в доме, где я получил Евангелие Карла Розенберга 18-4, город Венспилс, Венспилс, Латвийский СССР. И они были в аптисстве с пятидесятниками, с евангельскими христианами объединенные. Три группировки религиозные. Ну, власть сделала. И в одном доме, чтобы молились. И я у них был. И там я приходил, когда уже обратился, покаялся, а у них большой радиоприемник, его проповеди слушали. Я первый раз услышал у них в доме. А потом я его слышал годами. А потом уже, когда появились разные друзья и баптисты, до этого-то я не знал, а у него близкие связи были с рижанами. Бондаренко и Осин, глава у них был. Мы ехали все за границу. Ну, и имели доступ уже прямо к Яру Николаевичу. И мне оттуда не то, что шумы, там, пиканье, теликанье, а прямо со студии. Ну, это, рижские. Вот, они мне помогли. Пастухов там Леонид, кажется, который больше всех помогал. Как мы там от КГБ убегали. И когда меня судили, то у меня этих чистых проповедей, Яру Николаевича, было на 136 часов. 136. Это значит не меньше 300 кассет у меня было. Вот так. А он где жил, Яру Николаевич Пести? Где он жил? А он много где жил. В России. Потом в Харбине, которая железная дорога принадлежала. Потом в Швеции, кажется. Жена-то у него то ли шведка или кто. Потом в Америке. Потом какое-то такое. Ну, какой-то там чуть ли не остров около Австралии. Может, не точно мои данные, но они так передавали. Манила. Ага, вот откуда. И он проповедовал? Он ради проповеди перемещался, что ли? Ну, я не знаю. Ради этого или так у него было, или он видел необходимость в этом, чтобы ближе станции были. А так и для русских. Отец у него был проповедником. Как он сам в 14 лет покаялся. Ну, вот. Это мне настолько было близко. Как он говорит. Я дороги, когда это записывал, еду. У меня магнитопон с собой. Такой, который может на батарейках работать. На батарейках. Но там все равно лежат катушки. Стоят. Я вот дороги включил одному. Мужик послушал и говорит. Я вот верю. И вот что он верующий. А сам я не верующий. Но что он верующий? Говорит, я в это уже поверил. Вот у меня такое же. Я понял. Без веры таких не бывают речей. Казалось, слепцу. Славе небо являлось. Дрожащих небо. Рука поднималась. И слезы текли из потухших очей. Его догорела заря золотая. Дальше, знаете, как мальчик, смеясь и толкая, сказал. Довольно. Идем. Никого уже нет. Замолк. Старец главой паникая. Но только замолк. Он от края до края. Аминь. Ему грянули камни в ответ. Это мое стихотворение. Слепой был. Беда слепой. Мальчик, он опираясь рукой, и шел там в лесу. И ему самому надо было где-то то ли побегать, ягоды побрать. Говорит, старики, пришли посухие, хотят послушать. И он начал им говорить. Вот это вот мне запомнилось. Такая вера должна быть. Вот жены стоят. Говорим о Боге, о сыне, о сыне распятом за наши грехи. Старце лицо просеяло мгновенно, как луч пробивающий каменный. Из устилем бледных живой волной высокая речь потекла вдохновенно. Без веры таких не бывало речей. Казалось, слепцу в славе неба являлась дрожащая к небу. Рука поднималась, и слезы текли из потухших очей. Вот это и должно быть у нас, как у Беды Слепого. Просчитать целиком можно его. Ну все нельзя читать. Я мог стихотворение наизусть рассказывать, но минимум 4 часа. Всех поэтов, русских, зарубежных. Вот как-то запоминалось, я не знаю, как это было. У меня как-то было 50 лет, я не вспоминал ни разу о том, что читал в «Комсовольской правде», когда был в армии. Я почувствовал, тема как раз та. Помолился, и у меня все строки обратно выплыли. А человеческий организм, как говорит наука вроде бы, каждый 7 лет полностью обновляется. Ни одной молекулы у меня оставляют. А где же у меня эти были? Это стихотворение. В душе получается. В осени поплыли. Ну, а как вот нужно? Но все равно я завтра встану рано и потружусь до наступления дня. И солнце, уходящее на запад, я за узду поймаю, как коня. Вот запомнилось. Я его потребил где-то даже. А Яр Николаевич Пести подвергался каким-то гонениям? Не знаете? Вот таким сидел или нет, этого не было у него. Он заранее выехал, и там в Харбине был с молодежью. Христос для русских, как-то вот так у него там главный был лозунг. А вот этот проповедник, который приехал еще во времена Феофана Затворника, и на него многие, Иоанн Кроштадский о нем говорил. Родсток. Родсток, да, я читал в книгу Феофан Затворник, он его как бы клеймил. Клеймил. А я это как раз и сказал, что свои-то ничего не делают. А этот пришел, буквально весь Петербург поставил на колени. Ну, видишь как, живое слово. А у нас все обрядоверием же. Когда я это все знаю, то обрядоверие мне не мешает. Я понимаю, о чем речь идет. Ну вот представь, священник выходит, выносит его, диакон выносит Евангелие. Ну, Евангелие-то раскрыть нет, застегнуты на все застежки. Евангелие – это Христос. А перед ним свящой идет, а это Иоанн Креститель. Ну, это же Шарада. Шарада – это разгадка такая делается. Ну, разве Господь говорил это, чтобы его слова мы зашифровали, чтобы и сами забыли, где еще лежит. Иоанн Креститель – это свяща. Да, да, да. И вот этот Редсток, он, наверное, что-то действительно какие-то проповеди говорил, такие живые, что люди… Там обратился полковник российской армии Пашков, вот, а его как раз дом огромный был, и там люди собирались, и Лев Толстой это тоже высмеивает. Я видел, говорит, сидит там дворник, как он себя ведет. Вот, вот, конюх, глаза расширены, даже рот открыл, как будто у него лошадь наезжает, дышлом и давит его. Вот, Лев Толстой. А до этого, получается, никаких проповедников сюда не пропускали, да, тут не проехал? Про это не могу ответить, сколько когда было, там, я этим не занимался. Но знаю только одно, что и священник, и священник, который вот написал Акапис, слава Богу за все, Григорий Петров, когда он говорил, там этими пролетками, там жандармерия не могла ни проехать, ни пройти, кварталы были все заставлены. Простой русский человек, священник, стал говорить по-русски, касаясь самых болезненных тем. Вот и все. Когда я в вагонах ездил, в общем вагоне, то проводники по вагону не могут войти, а я начинал говорить уже на первые пяти минутки. Сразу полностью забивалось купе, общий вагон в коридоре, на верхних полках, плацкартах лежат. Пройти невозможно никак. Был я в Третьяковской галерее, там есть иконный зал, а со мной свои несколько человек. Я начинаю говорить ближе, уже никто не уходит. Ближе, ближе, наконец, полностью весь зал, говорит, как в бочке селедка. Милиция пришла, там стоит, кричит, что он там говорит? Почему-то кто-то пожаловался, а пройти не могут. Полностью забитый Исааковский собор, где пришлось говорить, он пустой. Там ходили разные, там смотрели люди. А я гиду подсказал, говорю, вы неправильно объясняете, что поднимите ворота верхи ваши, войдет в ниде царь славы. Она говорит, это на Пасху, а священник такие позлощенные ризы. Я говорю, нет, это Христос победный, он никому не кланяется, он входит в царство небесное обратно. А там, образно сказать, как бы есть косяки и перекладина. И он выше, потому что слава, которую я имел у тебя, дай мне прежде бытия мира. Слава его выше этих билей. Поднимите вверх, ворота верхи ваши. Она говорит, гид-то молодая девушка, и говорит, ну тогда вы продолжайте дальше объяснять все надписи тут, почему называется Исааковский. А людям-то это интересно оказалось. А там маятник в фуко мотается еще, туда не зайдешь. Ну и она стал говорить, люди заходят, а выходить не выходят. И, наконец, билеты продают, а зайти не могут. Там оттуда дали знать, что ж такое-то, сроду этого не было. Она тогда мне говорит, вы к выходу поближе там, чтобы вышли. Мне пришлось выйти, и народ весь опустел. Все в тебе. А ведь я не имею образования ни гуманитарного, ни религиозного. Я просто, просто-просто люблю моего Господа и Слово Его. Я все это вспоминаю с такой радостью. Почему Павел простер проповедь далеко за полочкой, когда Евтихий-то с окна свалился. Вот так. Это такая тема. Поймет тот, кто имеет. А кто не имеет, как Григорий Низкий говорил, люди верят только в то, что сами могут сотворить. Когда я рассказываю, как в тюрьме было, как охранники открывали двери, стояли не с одного этажа, и как в три раза переполненная камера в тишине, никто не закурит. Трое нашлись, которые не курят, вымыли руки, Евангелие считает, два часа, и каждый день никто не верит в это. Даже те, которые были в тюрьме, в лагере, никогда не слыхали про это. А как вы знали? Никак. Просто я люблю Господа. У меня ответы такие простые, простые. Но они касаются самой глубины, как мне сказали. Говорят, вам дан ключ от Бога. Как Петру Бог сказал. Ключи. Ада и смерти. Ада он не дал, а дал церкви. Ну, вот так. Ну, спаси Христос. Слава Иисусу Христу. А сколько вы, сколько вы в среднем начитывали в день часов? Могли, могли начитать в день? Вот я говорю, когда никто не верит. Недавно один напал, я говорю, знаете, я когда писал 9 лет, книги издавал. Это писал, печатал, набирал, и потом сам в фотошопе работал, в пейджмейкере. Это по страницам надо было оглобление составить. И чтобы было ровно, когда стихи, они же разные длины, заголовки разные, и надо, чтобы в одну ленту выстроились. Я это все знал. И на это у меня ушло около 30 тысяч часов. Но, учитывая, что я уже добрых 30 лет, наверное, торчу, кто-то сказал, да вы еще не спали, что ли? Да, не спал, не спал. А как? Ну, вот когда нужно было катушек перевести теперь в интернетные, чтобы в цифровое. Катушку-то я не могу сюда притащить. Вот, которую у меня в златоустовы начитываете, у меня все 12 томов начитанные есть. Ну, там попорченное было, где хорошо, что новое будет где-то. Ну, и то не убирать. И вот здесь, в этот момент, когда я это делал, мне установили старый магнитофон Николай Польгуев. Я первый день, кажется, 14 часов потратил на это, не ложась. Второй день добавил еще 15 часов. В следующий день 16 часов работы. 17, 18, и последний день я работал 24 часа. Вот так иду, а у меня вот здесь аппаратура стоит. Я вот в этом, в этой комнате иду до туда. До туда дойду, надо поворачиваться. А я иду, иду. Я глаза открою, а где я нахожусь? Я не могу понять. Ага, я вот где нахожусь. Обратно иду, а техника-то крутится, мне нельзя отойти никуда. Я до сюда дошел, и опять, я заснул. Как в войну, когда ходили они, это, с места на место войска перегоняли. Они идут под руки. В середине двое спят, а по краям бодрствуют, идут, где дорога есть. А двое спят. Я это испытал. И последний день у меня было два... Перед этим 23 часа я работал, а следующий день 24. Я в общем, в среднем у меня, когда я был в Сибири, два с половиной часа уходило на сон. Это ежедневно. Ежедневно. И при том, я потом нашел этого Элизарова, Костника Курганского. Днем я, говорят, в университете преподаю, а ночью всякие эти растяжки, Костик, Костик. Как он делает, чтобы срастить ногу-то. У меня так же, а ночью я слушаю, включаю насчитанное и переплетаю книги, сижу или валенки починяю, или режу там книги обрезка, там много время занимает вручную. Потому что сон-то подходит. Ну, нельзя. Дальше два с половиной часа я уже не смог. Я почувствовал, что я падаю. Но я себя все время испытывал, на что я способен. И оказалось, что можно кое-чего добиться. Вот, что они начнут говорить, а я в этом уже был. Вот сейчас говорят, вот, кому-то там делают так, вот, кто-то, там, Осипов выступает того, что, как с болячками бороться-то. А я говорил, что все по-разному, а для других другое. Для баранов, козлов, телят по-разному. И сейчас какая-то фигура одна там вышла и все это рассказала и показала. Все эти вместилища. Вот, вот и все. Откуда вы знали? Ниоткуда. Я понял, что же они будут своих уничтожать? Они же масоны. И поэтому, вот, зубами, когда было нельзя дергать, зубами отлетает память. Я же говорил, это еще в Америке, когда меня стоматологически привезли. А когда тут, а там меня сразу, он меня все говорит, вы что попало придумываете? Откуда у вас такое? Я не знаю, памяти будет мало. Я в пяти университетах веду занятия, в тринадцати школах, во всех отделах милиции. Отвечая на вопросы, а я беспамятный. Как я буду отвечать-то? А когда приехал сюда, тут же реабилитировано бесплатно зубы вставляет, которые выбили. Я мужику сказал, он говорит, да. Я говорю, а вы откуда знаете? Ну, он старый такой. Я замещаю это. А теперь я узнал, там, шведы или датчане, много лет вели эксперименты, узнавали, написывали, и сказали, подтвердили это. А я нигде не делал эксперименты. Я просто чувствовал это. Я не могу это объяснить. Как это может быть? Не знаю. Почему к этому человеку подошли? Их там было много, а вы к нему подошли. Не могу ответить. Просто подошел, и все. Чем-то он привлек меня к себе. Мы могли с вами-то не встретиться, дорогой мой. Ты по порядку теперь разберись, кто на кого вышел, когда. Первый-первый шаг. Как у нас получился с тобой? Так, я отправил, я в защиту Владимира Главина написал статью, и вам его отправил. А как вы на меня-то вышли, что именно на меня выставили? Почему мне, и как вы меня нашли? Ну, в Ютубе, видимо, увидел ролики. Первый раз, я говорю, увидел, когда Георгий Максимов вас клеймил. Я это увидел, посмотрел, и я думал, что за старичок? Какой-то там, где-то там. Но я не поверил. Ну, то есть я просто это выбросил, как бы ничего. Не добавил к этому ничего, мнение своего никакого. А потом я уже встретил какую-то вашу беседу. По-моему, беседу с сектантами или еще с кем-то. Ну, и вот так стал смотреть. Смотрю, вы живете. И меня очень удивило, что вы доступны. Ну, то есть доступность к вам, можно приступить. Это очень меня удивило. Я прислал, я даже не думал, я прислал вам вот это в защиту. А, вы что-то говорили про Головина, что-то говорили. А как раз вот это вокруг него тогда крутилось. И меня это беспокоило. Я потому что знал, что происходит. И вы вот какой-то давали какой-то комментарий. И я вам прислал. И мне в голову не могло прийти, что вы ради этого снимете ролик. И там Владимир Володя там начитал это. Что вы это сделаете. Вот это было первый раз. Вот вы меня так уловили. Я тогда уже стал смотреть. И у меня начала мысль зреть. Выйти на вас побеседовать. Сейчас даже трудно представить. Или боязно представить, что мы бы не встретились. Да. Да. Но я сейчас понимаю, что все это промысел. То, что я тогда за Головина заступился. То, что мы с ним. Потом он о вас сказал. Хорошо. В положительном смысле. И это все сошлось как бы. Много-много факторов сошлось. Плюс у меня было разочарование в официальной священстве. У меня произошло... То есть, как у меня розовые очки слетели. Как раз на этом месте. Я бы не знаю. Может быть, я бы и... Ну, хотя я этот предел никогда не переходил. Ни раскола, ничего. Я знал, что одно дело грехи. Другое дело церковь. Я всегда это разделял. То есть, невозможно меня было отвратить от церкви за счет грехов. Свет, давай, говори. Да, и вот... А то меня не видно. Ну, и вы ответ... Вот то, что у меня внутри накопилось, назрело, а ответов нету по поводу того, что происходит внутри церкви. Я от вас получил эти ответы. И у меня начало раскрываться, раскрываться. По крещению пошло. По крещению для меня вопрос. Ну, где-то я решался, ну, месяц. Как бы. Я первый раз услышал, что тот, кто не погруженный, тот не крещеный. Я сразу думал, как так? Я же благодать-то чувствовал. Сразу у меня первое. Я же благодать, как я не крещеный? Но я сразу залез и стал искать все, что есть, всю информацию по поводу крещения. И я нашел, что нету, ну, не подтверждается то, что омочение это крещение. Только священники некоторые об этом говорят и ни на что не опираются. И все, я это принял. Потом моя жена это приняла. Потом по поводу бороды. Тоже я все стал искать. А я смотрел логическим способом. Простым логическим способом. Мы все, что знаем о жизни, мы узнаем из Библии, канонов церкви и святых отцов. То есть мы мнение складываем только из этого. И я смотрю и ищу, я не нахожу. Я мнение о том, что брить бороду грех я нахожу, а мнение хоть одного святого отца, что не грех, не нахожу. Я тогда понимаю, а как тогда, если, как я тогда имею другу противоположное от этого мнения? Ну и все, я принял. И тоже так я принял, но я молился. Одно дело ты умом принял, другое дело у тебя уже привычка, у тебя дружба с миром. Я Бога молил, чтобы он, Господь, меня изменил. И он мне буквально за неделю, за несколько дней меня менял, за несколько дней. Один раз я в храм захожу, молюсь Богу, чтобы он меня изменил, и я выхожу уже другой. Это по поводу бороды. И по поводу каждого вопроса так было. Любой вопрос, я в него втыкаюсь, монашество. Для меня это самые великие кумиры. Добротолюбие, Игнатий Бринчанинов, Феофан Затворник, Ефрем. Все это самые высшие кумиры. И тут я упираюсь, читаю ваши книги, и я смотрю неправильно. И с меня как будто вот этот, я покрытый, как будто чем-то был, и прямо так срываю себя, срывал, срывал. И свобода. Сразу силы появились, много чего делать. Оказывается, я сам себя ограничивал. Оказывается, вот этот страх, чтобы тебе подумали, что ты несмиренный, это ограничивает очень сильно. То есть религиозный талант у тебя убирает. Я это увидел, то, что вся эта система построена, чтобы глушить религиозные таланты. Она так построена. Она не дает, человек не может вырасти из-за этого. Вырваться не может. Его закрыли как бы под всеми замками. И вот в этом фильме, посвященный, я узнал, хотя вот мы видим, что они показывают то, что внутри происходит, а я увидел, как в церкви. Я-то себя сравнил с тем молодым человеком, а вас вот с тем этим, который историю хранит, который передает знания. Он так руками, посвященный фильме, передает же знания руками. И так же мне было, я к вам приступал, и вы мне передавали эти знания, и у меня открывались глаза, как это все происходит. Вот в этом фильме я его вот так воспринял, как вот со мной произошло, как у меня начали открываться глаза на все. А что с этим старцем-то сделали там в фильме-то? Его изолировали, посадили? Его посадили, да, но там же, видите, когда он вырвался из пределов этих, то один человек, видимо, вырвался, и там и всем открылась все истина. Всем открылась истина. И, видимо, там же этот ей хотел что-то приколоть, ну, им смертная казнь светила, тем людям. Ну, и всем вдруг открылась истина, ну, и как бы по смыслу предполагается, что все, это все закончилось. Теперь все поняли, что они вот в этом резервуациях, что это все, их обманули. А интересно, что у них там правило хорошее, у всех, то, что нельзя лгать. Лгать нельзя. Но как только ты поднимаешься выше, то там сразу это правило отменяется, там лгать уже можно. То есть ты, когда на уровне рабочего, на уровне вот этого низшего, то у тебя правило нельзя лгать. Но как только ты поднимаешься на уровне управления, можно. А вот эта женщина, которая показывает, как бы, струисты, а потом она появляется из ничего. Кто она такая? Ну, она как эта, главная над всеми. Кто она, я не знаю. Мэрил Стрип, ее этот, актриса. Ну, кто, какую роль она там? Кто ее поставил на это? Они ничего об этом не говорят. И дальше, как она этой голографией овладела? Она появляется, а на самом деле ее нельзя ни убить, ни тронуть. Ну да. Это уже сейчас можно делать. Уже сейчас такие технологии есть. Это голография. Это антихрист будет. Так, что образу дано было двигаться. А в этом прямо говорится. Тринадцатый апокалипсис. Да. Придумывают, предупреждают. Вот это, я легенда, это уже года три назад больше прошло. Так все и есть. Уже лет десять прошло, Игнат Тихонович. Ну, я первый раз приехал, а они у нас смотрят там, потеряют китай. А я так мельком. Они... Я говорю, что такой фильм никудышный. Кто-то говорит там. Виктор был из Сокольска, Валера там, учительным работал с этой, с Крестово-Зизовской общины. Я говорю, нет, подождите, давайте посмотрим. Ну, сколько там, маленько посмотрел я, ну, не все, я потом посмотрю. Я говорю, это фильм заказной. И очень-очень важно. Он заказной. А они даже не поняли, что я говорю. А как вы узнали, что заказной? Я не могу эти вопросы отвечать. Я понял, заказной, большие замыслы здесь есть. К этому должны подойти. Заказной. Особенно стало понятно, когда сказали, что 12 миллионов там в резервации. Я тогда прямо открываю карту и показываю. Ну, вот так. 2007 года фильм. Я легенда. 15 лет уже прошло. А то уже 14 лет. Почти 15 даже. Да. Ну, братья, еще у кого-то есть вопросы? Да там никого же нет. Да, братья, мир вам. О, с миром. 15 человек есть. В общем, там скинули в этот, в WhatsApp, там батюшка какой-то говорит, ну, вот, новые вот эти модные болячки, там все дела, и приводит к Оримфинам 8 глава, по-моему, 35 стих, что не может нас ничто отлучить от любви. И говорит, ну, даже если, ну, как я это понял, что там, будь то, там сделаешь или не сделаешь процедуру, там, ну, в общем, ничто тебя не отлучает от Господа. Ну, такая лукавая, на мой взгляд, речь. Ну, типа, что хочешь делай, хочешь не делай, все равно Бог любит тебя. И вот вчера, ну, прям серия таких этих, один говорит, что, ну, там, вопрос задают, говорит, вот мне тяжело молиться, ну, перед причастием, вот, вычитывать канон покаянный. Он говорит, ну, все просто, выкинь молитва слов. Ну, тяжело, не молись. Вот. Она говорит, а вот мне поститься еще тяжеловато, еще говорил ли там, что если в среду, в пятницу постишься, то перед причастием, вот, можно там в субботу рыбки поесть. Он говорит, так вообще канон есть, можешь вообще не поститься. А, о, аллилуйя. Кричат прям, аллилуйя. А в воскресенье, говорит, вот я себя там это, вот, не могу ничего делать, вот с друзьями посидеть в кафе. Ну, сиди, ничего страшного, сиди с друзьями. Ну, не делай себя молитвенницу, не нужно там, Господь знает, какая ты есть. Лучше посиди с друзьями, поболтайте там, побалдейте. Слушаешь это все и думаешь, ну, а все остальные хлопают в ладоши и говорят, ну, так должно быть. Ну, о каком православии тогда идет речь. Я вот раньше всегда думал, что, ну, если батюшка, ну, как он может говорить такое? А сейчас прям глаза открылись, ну, как можно вообще не видеть, что человек просто в заблуждении и других в заблуждении ввел, и они хлопают в ладоши и говорят, ну, молитвослов выкинь, не постись, не молись, сделай себе, еще, заширяй себя. Все равно Бог любит тебя, все равно спасение только вот в Боге. Ну, что вот за ложь сатанинская, откуда это вообще все берется? Меня аж прям внутри всего. И все слушают и говорят, да, и мне присылают эти видео, и говорят, вот, а ты там говоришь, там, борода, там, вот это не важно все. Я говорю, да, конечно, не важно. У нас ничего сейчас, заметьте, что у нас ничего не важно, ни пост, ни молитва, ни борода, ни платок, ни пояс, ничего не важно. Вот делай так, как тебе говорят, и все равно тебя, ну, ты спасешься, все нормально. И когда вот это появилось, Игнать Тихонович, когда вы, вот вы уже давно этим занимаетесь, неужели это всегда было? Так, отвечаю, когда это было. Ты будешь выполнять, чтобы узнать, хорошо, скажу, где, прочитаешь? Да. Достоевского, великий инквизитор, прочитай. А я, да, это сейчас прочитаю. еще раз. И он говорит, вот так, мы разрешим грех и спасем всех. Не то, что ваши, которые все посты, бороды там соблюдают, это только ваши такие-то. Кого они спасли-то? А мы всех спасаем. И после смерти они тихо умрут и за смертью обрящают лишь смерть. Это все уже было предсказано пророком страны российской Федором Михайловичем Достоевским. Так вот будет. И они пришли эти, как он называет, там кардинал вроде бы, не патриарха. Ну, как на католиков вроде-то у них. А тут-то чем она разница-то? И вот, крещат, слабословят, все разрешают. Мы разрешим грех, он прямо говорит, разрешим грех и спасем всех. Вот они такие, есть, как креститься, неважно, молятся, не молятся. А к тому, чтобы вот как мы здесь через каждые два часа сто поклонов, ты обрести весь Советский Союз, найди за сто лет. Кто молился так, чтобы обществом хотя бы человек пять было? Кто? Вот и все. У нас намаз совершать вместе в одном городе, в нашей общине не соберем вместе. По разным местам живут люди, один храм. И вот я думаю, что, Игнат Тихонович, здесь, если человеку, ну, не откроет Господь вот это, потому что я про себя всегда, ну, с собой сравниваю, до вот момента, пока я не уверовал от проповеди вашей, то есть, о Господе, то есть, слово Божие живо и действенное. Я на себе это прочувствовал, то, что вера от слышания и никак иначе. И сейчас у меня все внутри, вот, ну, прям огнем, кипит от того, что, ну, вот это, это же ложь, прям, ну, ложь такая, которая в массы идет и люди аплодируют и говорят, вот, вот она истина, вот оно, вот это карманное православие, которое нам нужно, которое удобное, вот, вот что нас спасает. Им говоришь, да вы что, вы что, приводишь стихи Писания, Господь говорит, силую Царствие Небесное берется. Силую, ты как, где это видел? Выкинь молитва слов, ничего не вычитывай, не пастись, ничего не делай, и все, и ты уже спасен, но это же ложь, вы что, не видите, что ли? Нет, ты ничего не знаешь. Второе Петра 2-3. Из любостяжания будут уловлять вас лстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Да. И второй Тимофей 4-3 тоже. Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Они знают, как льстить слуху. Что надо народу, то и говорят. Ну, по-мирскому-то возьми. Мы читаем первое послание Яна, он прямо говорит, что кто любит мир, кто нет любви в очереди, а любовь на первом месте. Хоть сколько твердей, любви нету. Кто любит меня, соблюдет мои заповеди. А когда считаем Якова 4-4, волосы дыбом, прямо, который не исполняет, который вам так говорят, по-мирски делать, это проституты. Духовные. Прелюбодей и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Ну-ка, прочитай их целиком. Вражда против Бога. Я взял что-то там против Бога иду. Так я не иду. Дружба с миром. Вот это они, когда все отменяют, человек ничем от мирского не отличается. И следователь прямо говорит, допрашивает вас на меня, и он прямо говорит, Зою Крахмальникову так же, чего вам не хватает-то? У меня бабушка ходит в церковь, Зачем вы кого-то трогаете, говорите, там распространяете, издаете? Моя бабушка ходит, никто ее не трогает. Вот что. Просчитай-ка 4-4, Якова. С выражением так, чтобы. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Не слуга, не раб, а враг. Это-то, просчитайте хоть один раз. Найди такое сейчас. Где это написано? Вы славу друг от друга ищите, а славу от единого Бога не ищите. Да, вы славу друг от друга принимаете. А славу от единого... От единого Бога не ищите. Вот же, а друг от друга, я ему хорошо, священник батюшка благословите, Бог с тобой иди. Так здесь самое главное, Игнать Тихонович, вот вчера опять же, вот про вот этот ролик, она говорит, ну вот благословение, если мне там не даст батюшка, ну не берите. У кого, кто дает, берите. А кто не дает, не берите. Это же ваше право. Ты как вообще, ты представляешь, тебе батюшка говорит, нет, я тебя не благословляю, не поститься, не молиться. Ну отойди, говорит, от него, иди к тому, кто даст. Вот это да, вот это православие, вот это супер просто. Это реально ложь сатанинская. Владимир Войнович об этом пишет, и священник там не крестился, а звездился. Звезду изображает на себе. Так, нашел это? Славу друг от друга ищите, а славу от единого Бога не ищите. Вот в чем дело-то. Друг перед другом лицемерят, на цирлах ходят. Ну вот к истинному православию в книге, там же прямо в предисловии написано, сравнивая все полученное со священным писанием, приходится сделать заключение, что то, что сегодня называется православием, практически не имеет обоснования на страницах Библии. Создана совершенно новая религия. Возврат к первоисточнику возможен для тех, кто еще жив, если есть покаяние за отступление от Библии. Я знаю, от которых к истинному православию, такой книги вообще не было в православии, нету, что по всем отраслям, да возьми там даже католиках, и дальше, по Тимской трагедии, я знаю, которые, у которого батюшки вы были, он считает это от Бога, это нет, это страшное заблуждение, нет, это от сатаны, и как она является этим в Португалии, по Тимской чудо. Никогда так Бог не являлся никому. Это от дьявола было, они считают так. Но опять же, внимательны. Вот Юрий Соболев, вы знаете уже, он в Красноярске живет. Мы никогда друг друга не знали. Мы были готовы друг друга встретить и обнять, но мы не знали, кто нас свел, Андрей Кураев, он где-то говорил, где не видно там аудиторию, но он говорит, вопрос задает, кто самый знаменитый, великий миссионер в наше время, с нами живет сейчас, но кто знает, а может быть вы его не знаете, там он слышал, это как он говорит. Да. Меня называет. А тот-то услышал, Юрий-то Соболев-то читал, и он сразу зарядил, и меня нашел. Неделя не прошла, он все книги выписал. Ну, а дальше уже тут все понятно. Один недостаток, никак не может приехать, ни с женой, ни с ребятишкой, но у него среди зимы дают отпуск, а днем когда-то, летом когда, он преподаватель в университете, преподаватель в академии, и ведет курсы в метрополии консихизаторские. Надо прислушать. А вот вчера я, который вам послал до Сефея-то, когда ему Дорофей-то говорит, Дорофей, Дорофей, Дорофей-то, я говорю, послал его к наставителю, и говорит, он придет спрашивать, что в Библии не понимает, а то ударь его. Ударь. А тот не раз ударил, а молотилкой занялся. А он пришел, когда тут, 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 синяки, он говорит, меня еще и по спине ударил, и главное, что он не осудил его. Он любопытный был, хотел Слово Божие знать, они заглушили в нем все. Вот это вот, которое он говорил, он знает, про кого говорил священник, и не хочу даже, чтобы не кинулся на меня. Как-то сделать, передать ему это. Хотя тут он говорил правильно, но надо сказать, что вы-то делаете все неправильно. Он даже вместо писания тут приводит. Я до конца его прослушал. Все правильно. Ну ты на дело-то глянь. Ну правильно человек говорит, заливается соловьем. Ну люди-то, почему тебе не верят? А потому что ты обернись, у тебя торговля идет. Шум. Женщины, как одеты в мерзавки, заполнили храм. Этих абортницы под завязку. Сорок поклонов. На 10 лет выйдете из храма. Храм-то пустой будет. Когда их, Максим Степаненко-то назвал, на вторую букву Валфа, вот это, как на него ополчились, которые без мужа нажимают детей. Ну у нас сейчас, видите, все разрешено. Все. Самое главное, чтобы благословили себя. Благословили все вперед. Отлично. Меня сам батюшка благословил. Вообще. Ну вот, смотрите, я сейчас зачитаю то, что прислали у нас в этом, нашего прихода в WhatsApp-е группа. И там все сбрасывается официально. И вот что прислали, вот какие делают, как обучают, чему людей обучают. Посмотрите, прям зачитаю вам. Первое. Если вам захотелось в храм, а на вас брюки или короткая юбка или нет платка, это вообще не причина, чтобы отказывать себе в удовольствии побывать на службе, кто бы что не говорил. Конечно, не стоит злоупотреблять, падая в коленопреклонной молитве, если на вас мини-юбка. В длинной юбке это будет чуть удобнее. Это конкретно правила, которые сбрасываются в нашу прихода, прям прописанные правила. Дальше. Смотрите. Это вообще, я когда прочитал, я сразу понял. В храме можно ходить везде. Единственное место, где вам сильно удивятся, это алтарь. Он находится за иконостасом. То есть, нигде нельзя, а там просто удивятся вам. Это находится за иконостасом, высокой стеной с иконами, дверями и вратами. Перед ним Солея, узкая приподнятая площадка. Вот туда ходить не стоит. Все остальное пространство устроено специально для вас. В каждом храме есть особенно иконы мощи святых. То есть, о христе не слово, мощи есть и иконы. Спросите о них за свечным ящиком. Это место, где продают свечи и принимают записки. Если у вас есть вопросы в храме, если у вас есть вопросы, в храме не стоит задавать их первому, попавшему человеку, даже если он выглядит как старец, спустившийся с гор, вы рискуете получить наставление от местного, городского, сумасшедшего. Это, как вы думаете, о ком речь? Подавайте вопросы только священникам, алтарникам, их можно отличить по особенной одежде, или девушкам за свечным ящиком, которые вообще ничего не знают. Если вы хотите исповедоваться в первый раз, очень нервничайте, то есть, как психологи, а на исповедь гигантской очереди, скажите алтарнику или свечнице о своей ситуации. В нашем храме вас проведут в начало очереди. Если вам сделали замечание какая-то бабушка, помните, что в храмах борются с такими бабушками. Спросите, есть ли у нее благословение священника делать замечания в храме. Скорее всего, бабушка исчезнет. Ходить в храм с детьми можно, даже нужно. Если у вас особенно шумные дети, можно погулять с ними возле храма и войти внутрь ближе к причастию. Вот такие правила. Это конкретно сбросили правила в храме. у нас. Это все. Это, брат, это вот мерзость запустения, о которой писал пророк. Вот это результат моей работы в храме. Результат моей работы в храме. Обратный. Видишь, как, если даже человек, говорит, стоит все по форме, с бородой, но он сумасшедший, местный сумасшедший, дурачок просто, которого даже не надо спрашивать. А ты, а ты, спроси свечницу, она тебе все скажет, она же много знает. Да. Вот теперь вспомнишь великого инквизитора, только обязательно прочитайте. Мы разрешим грех и спасем всех, и они тихо умрут, угаснут, и за смертью обрящут лишь смерть. Это, знаете, вот это вот, сейчас сразу на память приходит воцерковление. То есть, ну, какой-то дурак придумал, а все остальные повторяют и говорят воцерковленный, воцерковленный. Что такое воцерковленный? Человек, пребывающий в грехах, иногда приходящий в храм и покупающий свечку и ставящий ее, даже не ставящий, а рядом кладущий вот так, ну, кто-нибудь поставит. Вот, вот все воцерковление. Ты спроси любого человека, ну, ты хоть понимаешь, о чем идет речь? Я вот спрашиваю свою куму. Слушай, вот ты была сегодня на службе. Она меня за сектанта приняла. Она к жене моей говорит, он там все, кто попал, он что-то мне так говорил. Говорит, вот там. Я ей говорю, вот ты была на службе. Поняла апостола, какого сегодня читали? Ну, вот Галат сегодня читали. Кадят. Колокольчики. Зачем там колокольчики? Я ни слова не понимаю. Ну, вот ни слова не могу разобрать. Я вот стою вот рядом с ними, ни слова не понимаю. Колокольчики. Ладно. Евангелие читают на припев. Я говорю, зачем это там петь на непонятном языке? Я ни слова не могу понять. Я в конце только разобрал, что сказал. и то, потому что постоянно как бы читаю Евангелие. Разобрал. Все. О чем сегодня Евангелие было? Не знаю. Я говорю, зачем тогда в храм-то ходил? Молиться. Так там Евангелие читают, Слово Божие, Слово Божие читают апостолов. И мы не понимаем. Я говорю, у нас здесь 99,9% стоит просто как столбы. Быстрее бы служба закончилась домой пойти. Все. Вот это у нас, вот это вот супер православие. К чему идем, непонятно. И быстрее из храма выбежит и все. Самое главное причаститься. Служба для причастия. И все одно и то же. А почему ты не причащаешься? Ты, наверное, не причащался давно. Я говорю, да при чем здесь причастие? Нужно готовиться к этому. Говеть. Это таинство. Не бежать на него, сломя башку. Тебе в субботу сказали пировать. Вы можете пост, даже канон есть. В субботу можешь перед причастием есть. Она говорит, и что прям вот я уже пировать там? У человека-то какая мысль в голове, в развращенном уме. Если мне батюшка сказал, что можно пост нарушать, это канон есть. Канон. Даже не нарушаешь ты его. Ты просто там ну свинину жареную жрешь с шашлыком. Там шашлыки запиваешь винищем. Самое главное с 12 часов вечера ну не вкушай ничего и утром иди на причастие. Вычитывать не надо. Ну сложно. Она говорит, мне вот минуту с Господом поговорить. Этого достаточно. Достаточно. Все. Выбрось молитвослов. Это священники рассказывают. Они сидят за столом и разговаривают и так выпивают. Ну а потом глянули, ба, уже пол первого ночи. Да к нам же завтра служить. Как же мы будем? Служить нельзя никак. Так, а где же Андрей-то? А он упал под столом лежит. Да когда он упал? Да раньше до 12. Ну вот ему и на служить. Да, не было бы так грустно. Лучше просто. Поэтому мы должны быть свидетелями. Просто свидетельствовать и все. Для того, если нам Бог это открыл, мы должны свидетельствовать об этом. Им. Ну вот как ты прочитал, местный дурачок подходишь. Ну он дурачок, просто сумасшедший. Он реально, смотри. И самое главное, вот эта вот информационная анафема, она существует. К тебе потом так относятся. То есть ты человек, ты с добром. У тебя внутри это все воспламенилось. Ты говоришь, слушай, это не истина. Ну реально, вас тащат куда? В яму. Ты что говоришь-то? Батюшка, ты кто такой? А вспомни, Михаил, как Господь говорит. Я говорю вам истину, а вы бесчастите меня. Он говорит истину, а вы бесчастите меня. А я вам говорю то, что сказал мне мой отец. Вот это все так на нас исполняется. Но ничего, мы на это пошли и должны принимать это с благодарением Богу. Велика ваша награда на небесах. Когда будут поносить, злословить всячески неправильно за имя мое. Ты же не за свою правду борешься. Да у меня какая правда-то? Моей правды и нет. Господь моя правда. Моя жизнь, путь и истина. Все, другого нету. Если Господь говорит, запоказываешь ведь Писание, я же не от себя толкую. Если бы я понимаю, что-нибудь там от себя бы лопотал, но я показываю, вот Господь говорит. Ну это просто ты выдергиваешь цитатки из Писания. А вот все объемные картины, ну ты не говоришь. Там же совсем по-другому все. Я вам разослал всем. Россия должна встать. Прочитали? Видели. Видел, да. Я кинул. Это материал большой. Один как отец приезжал к сыну в лагерь, а другой как приезжал к нам игумен Сахаров. Он прямо около храма Христа Спасителя служит. Ну что, братья, все, отходим? Ну все, отходим. Спаси Христов. Кто хочет, оставайтесь. Я сейчас Златоуста буду продолжать начитывать. Аллилуйя. Отлично. Давай, благословите Господь, брат. Спасибо. Спасибо.